В Новосибирске прошла церемония награждения победителей 13-го конкурса журналистского мастерства «Сибирь.Про». В лидерах этого года не только новосибирские, но и томские СМИ. Кроме того, хороший уровень показали и акулы-пера из Забайкалия. С подробностями Александр Попов. Изящное решение брутальных задач. Елена Штополис томских новостей показала, что важен не только броский заголовок, но и яркое содержание. Герои статьи «Хрупкие женщины в науке». Статья очень разносторонняя. Она показывает и женщину как научного сотрудника и руководителя, и женщину как женщину, как человека, как хозяйку. Важна не только идея и подача, но и умение вывести героя на откровенность. Главное – удивить и зацепить собеседника первым вопросом. Если удалось зацепить, заинтересовать, то значит разговор, вероятнее всего, пойдет в нужном ключе. А первый вопрос какой должен быть? Неожиданной, интересной, возможно, провокационной. Номинации затрагивают все стороны жизни современного общества. Спорт, здоровье, наука и образование, экономика и промышленность. Значительно выросло количество заявок в номинации «Цифровая Сибирь». Это нарастание происходит не только в сфере цифровой экономики, во всех сферах, потому что конкурс становится популярным. Он все-таки, престиж его нарастает, да, это уровень поддержки там полномочного представителя, губернатора региона. Это, ну, это значимо в любом случае. Поэтому желаю участвовать, становится все больше и больше. Ну, а почему больше людей смотрят в сторону цифровой экономики и в сторону цифровизации различных сфер деятельности? Потому что просто это интересно. Это интересно, это быстро меняющаяся сфера, которая открывает новые возможности, новые перспективы. Ну, поэтому об этом интересно писать. Вторая номинация, которую поддерживает Ростелеком – «Молодая Сибирь». Здесь безусловным фаворитом оказалась Наталья Кривякина из «Искитимской газеты» за статью о велопутешественнике. Почувствовать мир всей кожей. Наталья считает, что журналист обязан быть социально ответственным. И последние полтора года в одиночку составляла списки захороненных на «Искитимском кладбище». Завершается проект «Сохраним для потомков». Я начала его полтора года, когда была впечатлена состоянием старого заброшенного кладбища в «Искитиме». Мало того, во время пожара сгорели все списки захороненных на этом кладбище. И даже если человек хотел найти могилу родственника, он не мог ее найти. Всех победителей конкурса ждет традиционный пресс-тур, в ходе которого журналисты познакомятся с объектами экономики Новосибирской и Кемеровской областей. Александр Попов, Алексей Зубила, Новости ОТС.